Радио Болткома Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Ко всем ржанам на нескольких языках о том, что все важны, и мы считаем, что и подобные слова поддержки, объединяющие тоже в это непростое время, нужны и важны, так что еще раз большое вам спасибо за это обращение. — Рига оказывает помощь беженцам с Украины, и в Доме Конгресса буквально через дорогу от Радио Болтком начал работу пару дней назад Центр помощи беженцам, и уже около 900 человек эту конкретную помощь получили. — Мы сегодня, кстати, с утра как раз... — Да, господин Кнокс, пару часов назад директор этого центра был гостем нашей радиостанции, рассказал об успехах в целом о работе центра. — Вчера вы предположили, что, возможно, в связи с лавиной обращений и лавиной беженцев может быть открыт еще один подобный центр. Какую еще помощь и кому именно оказывает город Рига в данный момент? Имеется в виду, конечно, беженцы из Украины. — Ну, в центре мы не только им предлагаем, скажем так, весь сервис, начиная, где дети будут идти в школу, где жить, но тоже даем сим-карточки, чтобы они могли пользоваться местными сетями. — Это лон для общественного транспорта. И социальная помощь. Они получают ту же самую социальную помощь, которую получают рижане. — В этой связи, ну, вот вы только что упомянули, среди прочего, определенное количество бесплатных поездок в общественном транспорте. Известно ли, в какую сумму обойдется городскому бюджету вся эта помощь? И, возможно, как-то ее компенсировать? Есть какие-то соображения уже? — Очень мало, что вообще можно сейчас прогнозировать. Мы так мало знаем. Мы учимся каждый день. Например, есть такие беженцы, которые говорят, нам надо получить визу, мы уезжаем. — Это даже не актуально. Есть такие, которые говорят, что мы надеемся, что через неделю или через две поедем обратно. Есть такие, которые говорят, ну, наверное, здесь останемся на долгое время. На данный момент у нас есть бюджет 500 тысяч евро, который мы проголосовали в Рижской думе. Из-за этого бюджета мы уже забронировали 200 тысяч, который пойдет на медикаменты, которых мы будем отправлять в Украину. Ну, остальные деньги мы смотрим по ситуации. Ну, чтобы не надо было там долгое решение принимать, созывать Рижскую думу за совершение, мы просто вот бюджет, и сразу можем с этими деньгами пользоваться. Так что, если не хватит этого, наверное, будем искать еще возможности. — Если люди хотят помочь волонтерами принести еду, деньги, лекарства, как это можно сделать организованно? — Да, главное, как раз слово «организованно», потому что спасибо всем, которые хотят помочь, но иногда это не очень помогает. Ну, например, с сегодняшнего дня мы начинаем там тоже зуб посвертовый, то есть, чтобы люди могли покушать. И там как раз это дают волонтеры, ресторан «Эндэйс» из Вэл Вайра Аксаулос. С завтрашнего дня это мы уже начинаем организировать через ЗИДО ТЛВ, и людям можно будет тогда уже свой ЗИДО «Эндэйс». Ну, если мы спрашиваем самих украинцев, и это так, как мы работаем, мы работаем очень вместе с украинским посольством, то им надо, номер один — это деньги. Номер второй — это оружие, амуниция — это мы не можем помочь. Номер три — это топливо, не можем помочь. Ну, можем, но это просто, в Польше это сделать намного легче. Номер четыре — это медикаменты. Я бы сказал, что те, которые хотят помочь, номер один — помощь. Принимайте к себе семье, это самая-самая важная помощь сейчас на данный момент, и второй — помогите деньгами. Вот через все эти акции, которые я делаю от этого, потому что это уже идет как организованное. Потому что есть тот, который приносит, например, не знаю, бутерброд в центр, я знаю, что вы хотели хорошее, но мы должны быть уверены, что, например, этот бутерброд у него, не знаю, но все в порядке с продуктами, даже так. Поэтому только через всякие организации мы можем помочь. Но там есть где-то, если не ошибаюсь, три организации, которые помогают сразу. Там и одна из них даже деньги дает сразу бюджетам. То есть, опять же, можно идти к ним и спрашивать, давайте мы тоже готовы помочь. — Ну, тем более, что на портале Максимус ЛВ все эти электронные адреса и ссылки тоже указаны. Это и заедут ЛВ, это и паладзе Украины и так далее. И, безусловно, после нашего разговора в расшифровке мы еще раз укажем и повторим. — Спасибо. — Некоторые муниципальные предприятия, ну, скажем, Ригас Намупарвалднекс или Ригас Атексмы заявили о готовности принять на работу беженцев с Украины. Известно ли вам, какой может быть эта работа, тем более, учитывая, ну, все-таки от них никуда не денешься, требования во время трудоустройства латышского языка? — Если я не ошибаюсь, все-таки принят закон, что, может быть, в этом случае исключение. Ну, например, мы можем предложить женщинам, потому что в основном эти женщины, которые приезжают, ну, например, делать в группе, ну, такие маленькие детсады. И я всех призываю об этом подумать. То есть вы принимаете, например, там 5-10 детей у себя дома, может быть, детей беженцев, и мы заплатим за каждого 187 евро, по-моему, в месяц. То есть можно уже так тоже работать, и тут даже не надо латышского языка. — Речь идет о группах муниципальных или частных детских садов? — Какие еще вот могут быть формы помощи беженцам? Потому что, если их будет действительно очень много, то вот с какими проблемами может столкнуться город? То есть сколько мы можем принять людей? — Наш план, civil association plan, посчитал, что мы можем принять примерно 26 тысяч. Конечно, надо понять, что с каждым, каждый уровень уже с другими, скажем так, сервисами. Если, например, там 5 тысяч мы можем поместить в места, где есть там 3 раза в день, можно люди покушать, в отелях жить, то те 26 уже значит принципиально, что они живут уже в спортивных залах, в школах. Здесь тоже мы можем их обеспечить, короче, водой и, конечно, там кормить и так далее. Но это уже другой вообще уровень сервиса. Это только в Риге. Ну, по всей Латвии, наверное, цифр должно быть намного больше. — Вот отношения, сейчас мы видим, вы в этой сложной ситуации, действительно, отношения у многих к России, к русским, бывает достаточно такое негативное. И вот мы очень благодарны за, действительно, ваше выступление. Вот что нужно еще сделать для того, чтобы это было какое-то понимание, что не русские, живущие в Латвии, они не несут ответственности. Многие из них как раз-таки выступают против войны и очень активно выступают против. — Я думаю, что этот вопрос решит время и очень в ближайшем будущем, я думаю, даже этой неделе, потому что, если Украина за эту войну заплатит многим жертвами, разрушенной экономикой, инфраструктурой, то мы все заплатим деньгами. — И нам будет дороже все — бензин, топливо, продукты и так далее. И надо понять, кто в этом виноват. А виноват только один — это убийца народов Владимир Владимирович Путин и его банда, конечно. И не я эту войну хотел, не я эту войну начал, не я эту войну поддерживал. И мы должны понять, что все, которые против этого, наши люди, это было и мое обращение, и я обращаюсь сегодня всем жителям Латвии, что все, которые против этого, это наши люди. И, пожалуйста, спросите, по крайней мере, какой он позиции перед тем, как вы, не знаю, идите на какие-то действия. Это очень важно. Я бы хотел, конечно, чтобы политики Латвии больше об этом говорили. Я пока мало слышу вот такие объявления со стороны политиков. Это очень важно. Если мы оттолкнем людей, которые в нашей стороне, они нам это никогда не простят. — Да, вот вы как раз упомянули о том, что действительно эта война отразится на всем, и в том числе на росте цен. И вот сегодня как раз таки господин Каринч сказал о том, что нужно менять наши даже привычки, понимая, что мы действительно столкнемся с экономическими трудностями. Вот как, если говорить уже более широко, могут оказаться многие люди, особенно неимущие люди, в сложных ситуациях? Может быть, возникнут проблемы с коммунальными платежами? Мы видим, что они очень растут и шокируют людей. Вот здесь город может какую-то помощь оказать? Не только, вот я имею в виду, украинским беженцам, а уже вот рижанам. — Да, ну, не Ригас нам упорвал, на Ригас Уденс, на Ригас Силтумс не будут выставлять проценты штрафа. То есть, если, конечно, не можете заплатить за счет сегодня, но можете, не знаю, в течение 6-9 месяцев, мы подождем. Это раз. Второе, у нас есть фонд резервы, где примерно 14 миллионов, которых мы не тратим, которых мы держим, вот как на всякие кризисные ситуации. И уже сейчас мы знаем, что фонд поддержки, это вот Майорк или Пабулс, он, наверное, нужен будет намного больше. То есть, к этой ситуации мы готовы. Ну, такие другие сейчас шаги не обсуждаю, но, конечно, помощь может быть и другая. Например, мы знаем, что в Риге с Сатексом тоже будут сейчас другие затраты на топливо. Но мы будем держать цену на эталон, на поездку низкую. Будем за это платить, чтобы людям жизни с этого не стало дороже. В этой связи, уже переходя от кризиса в мире, войны, на уровень города, в принципе, в ближайшее время может воплотиться ваша мечта, чтобы максимум пересел на велосипеды. Бензин просто не смогут себе люди позволить. То есть, в этой связи, какие есть планы по развитию инфраструктуры на ближайшие месяцы? — Моя мечта была другая. Моя мечта была так, чтобы люди ездили спокойнее в этом городе. И помню, что этот город сделан не только для машин, но и для пешеходов и велосипедистов. И я рад, что мы в прошлом году много что уже сделали в этом, почти 20 километров новых велодорожек. И в этом году две новые велодорожки будут сделаны. Зепный концентр закончим и новую дорожку, которая идет в Иман-Таугов-Гриево. И я, конечно, это уже получаю, слышу, как зеленый сигнал, что можем идти еще храбрее вперед. И меня не надо уговаривать. — В этой ситуации поддержка будет больше и шире. — Я бы, вообще-то, очень просил людей больше использовать общественный транспорт. Потому что общественный транспорт будет труднее всего. И мы не будем поднимать цены, но нам до этого дня еще есть минус 40% количества пассажиров. И мы знаем, что уже самая сложная в COVID-ситуации уже позади. То есть люди могут уже храбрее, скажем так, ехать на общественный транспорт. Но это тоже помощь городу, ехать на общественном транспорте. — Какие основные проекты в городе, в принципе, намечены на весну и лето 2022 года? — Этот год я назвал сам год Саббат, Саббат-Агат, потому что я не хочу большие новые проекты взять. Я хочу закончить те, которые мы начали. У нас есть три огромные проекта. Это Скулт и Спарвац, это большой мост, который в Сан-Кандаугове. Это мы начали две новые большие дороги, магистралы. Это островый магистрал, первая и вторая карта. И мы знаем, что сейчас идет новый период планирования в деньгах Евросоюза. То есть мы хотим быть готовы к этому, потому что мы выдавали деньги на новый проект, чтобы начать работать только на проект на бумаге, чтобы были готовы к этим ситуациям. Но у меня есть хорошие новости из стороны правительства, что в ближайшие недели уже будет принято решение насчет специальной программы для Риги, примерно на 120 миллионов, для помощи инфраструктуры. И чтобы мы могли до 2025-2026 года закончить большой ремонт четырех мостов и одной большой магистралы Мукасалса. И что это за четыре моста? Это Вантовый мост, это Заметаномост, это Гайсотелц-Левев, как называется мост. И, да, Глоба? Насколько вот мы все за время пандемии, действительно, люди, может быть, уже соскучились по каким-то большим городским мероприятиям и, наверное, соскучились по праздникам, потому что так мало возможностей как-то порадоваться чему-то. Будут ли организованы летом, например, празднования Лига или какие-то такие мероприятия, которые как раз, ну, летом, может быть, как раз-таки волна пандемии пойдет вниз и можно будет на улице отметить? Ну, очень бы хотелось, конечно, но то, что я могу сказать, ну, скажем, уже больше на 100%, но договор подписан и деньги на это видны, это праздник Позитивус. Он в этом году и в следующие два года будет в Риге, и он будет по-другому организироваться, не с чем, как это было в Салатсгриме, потому что до полночи вся тусовка на Луц обставили, а потом люди приходят в город и много всяких мероприятий будет как раз в городе целую неделю. И я думаю, здесь будет много людей, много туристов, много гостей. Это раз, но и все остальные, которые Рига до этого организовала, мы всем обеспечили финансированием. Ну, а касаемо конкретно Лига на набережной, то, к чему жители успели привыкнуть? — Скажу откровенно, пока в бюджете такие деньги нет, но Резервисфонд, там есть забронированные деньги и для этого. И, наверное, решение примем, ну, где-то в апреле. — Касаемо различных празднований, не так давно было принято решение отказаться от салютов. Это больше экономические соображения или экологические? — Ну, чтобы не собирались люди вместе, да? — Ну, это чтобы не собирались люди вместе. Я лично против, я не очень люблю, но я знаю, что многим рижанам это нравится, так что мы будем принимать решение не так, как я хочу, а так, как рижане это хотят. — Ну да. Я, может быть, вот, ну, культурные мероприятия какие-то, которые сейчас вот проходят уже в городе, Ардокфест, мы видим, чтобы переехал в Латвию, ну, вот из России. Вот такого рода, может быть, какие-то мероприятия, которые организовываются в городе, ну, вот недавно приехавшими вот из, в том числе из России, деятелями кино, искусства. Вот здесь какая работа идёт? — Мы сейчас переделали систему всех условий, в которых они были, в деле культуры, спорта. Сейчас всё идёт только через конкурсы. То есть это значит, что всем есть возможность, но не всем это гарантировано. Так что надо идти на эти конкурсы, и, конечно, если комиссия скажет, что нам это мероприятие нужно, мы это будем делать. — Мы узнаём буквально каждый день, что очень многие артисты, звёзды, которые не согласны, ну, скажем, с политикой России, они переезжают, и в том числе в Латвию. То есть вот Чулпан Хаматова, известно, что это находится в Латвии и многие другие. То есть, может быть, такие фестивали, как Ардокфест, могут ещё появиться какие-то такого же рода? — Ну, будем смотреть. Это ничего не могу обещать. Это очень зависит от бюджетной ситуации Риги. Я думаю, что в этом году, наверное, надо будет даже переделать, может быть, и бюджет, потому что всё-таки из банка прогнозы уже негативные. Но не только артисты приезжают, и журналисты, например, Deutsche Well, перегносят свой офис сейчас в Ригу. — Рижская дума как-то участвует в этом переезде? Предоставляет, может быть, помещение или нечто другое? — У нас есть новое агентство туризма и инвестиций, и как раз это их задача помочь тем инвесторам или другим, которые хотят в Латвии делать офисы с сервисом, помочь местам и дать какие-то зелёные коридоры, чтобы легче было получить все разрешения и так далее. — Говоря о работе этого агентства в связи с ситуацией вокруг Латвии, России, Украины, будет ли в принципе переориентирована её работа на западные страны, может быть, на Азию? — Ну, я бы сказал, что сейчас как раз восточный рынок там намного лучше смотреть, потому что если многие офисы сейчас выезжают с России, то я думаю, мы должны их пригласить как раз в Ригу переехать, я думаю, вот в этом надо работать. Но у нас, я думаю, что в ближайшие дни будет одна очень хорошая новость, пока просто не хочу ничего ещё публично сказать, но на счёт одного очень большого инвестиционного проекта в Риге, который же конкретно сделало вот это агентство, это будет на много миллионов, но не только это агентство работает, например, Бувалде, у неё есть этот зелёный коридор на большие проекты инвестиций. Ну, в прошлой неделе мы уже одобряли уже сотовый по номеру, ну, проект, а каждый проект — это десятки миллионов, которые идут. Ну, в этом году и на следующем году будет примерно 3-4 тысячи новых квартир в каждом из этих годов, потому что Рига растёт. — Что касается как раз недвижимости, как осуществляются планы по реорганизации муниципальных предприятий, их соединение в одно, вот это вот, которое будет управлять городской недвижимостью? — Ну, очень постепенно. Сейчас там работают консультанты, потому что основная работа сейчас, она одна из самых труднейших, это когда 4 вот эти организации входят вместе и сравнивают, у кого лучше работает система. Я знаю, что никто не хочет отказаться от своей системы, он привык к этому работать, но консультанты вместе с нашими экспертом должны сказать, вот, например, бухгалтерская система ваша самая лучшая, то есть все будут работать под этой системой, мы выбираем эту систему. Ну, вот на данный момент мы в этом процессе. Я думаю, что это займёт по минимуму полгода, и здесь торопиться не надо. Лучше, чтобы сделали всё как надо. — Летом мы постоянно сталкиваемся с тем, что рестораторы, владельцы кафе переживали, ну, вот действительно, сложные времена. Насколько летом ожидается, ну, вот помощь этой вот в сфере гостеприимства, которая включает и рестораны, и гостиницы, здесь вот город будет участвовать, ну, чтобы каким-то образом поддержать, восстановить эту сферу? — Мы уже облегчили многое из условий в этой сфере уже во время эпидемии, и мы всё остановили, оставили как есть. То есть там уже бюрократии очень мало, то есть если ты уже один раз получил разрешение на вот эту террасу, и ты ничего не меняешь, можно их просто ставить в следующие годы, потом еще три года, и если опять ничего не меняется, то очень быстро можно опять получить новые разрешения. Я думаю, что я не могу дать удочки, мне самое главное — дать ему рыбу, скажем так. Я думаю, что привлечь здесь туристов — это задача Рига номер один. А это как раз можно делать через вот такие всякие мероприятия в культуре спорта. Ну, в этом году будет еще что-то, будет ралли ВРХ, один из восемь, здесь битерники, и первый в мире, который будет только на электро-ауто. Интересный такой, и мы получили права на модовой чемпионат по беганию, скрещен, это первый раз тоже в Латвии, но это будет только в 2023 году, мы уже готовимся. Ну, вот через такие мероприятия, наверное, лучше всего. Ну, и могу просто скажу еще одну вещь, ну, и пока не знаю, как эта ситуация изменится, но у нас каждый день мы получаем информацию, сколько свободных мест в отелях. Ну, потому что мы хотим там отправлять беженцев. Ну, там почти свободных мест не осталось, не из-за беженцев, ну, а как раз того, что уже полное заброненовое анонимное. Что касается лета, два последних года проводились эксперименты, то пешеходная улица Тербатас, то различные катки, растения, скамейки в центре города, и вот в Виртанас, все эти лампочки тоже. Что-то планируется, похоже, будущим летом, этого года? Да, это будет каждое лето, и только будет добавляться. Будет, например, если в этом году была только вот эта сторона Далгави, то хотим в этом летом и пар Далгави, что-то, то есть, там был праздник. Людям очень понравились эти лампочки, мы когда их хотели снять, были, говорит, нет, нет, оставьте, пожалуйста, потому что мы еще 200 тысяч дали на всякие вот такие элементы, чтобы город стал светлее, и, наверное, они там останутся на долгое время, не только на лето. Да, это красивая идея, конечно. Вот та же самая улица Базнис, она, безусловно, преобразилась за последний год. А о более серьезных вещах, не так много времени остается, а спросить хочется. В середине февраля вы заявили, что бюджет Риги потерял 139 миллионов в связи с выплатами от подоходного налога с населения, ведутся ли какие-то переговоры с правительством, чтобы изменить систему этих выплат, и городу оставалось больше денег на тот же самый ремонт улиц, да на любые проекты? Ну, если правительство примет решение, но ждет этой программы 120 миллионов, я бы сказал, что я беру свои слова обратно, тогда, скажем так, нам наши деньги вернули. Потому что, конечно, я понимаю, что правительство не может просто так дать деньги, оно может сделать специальные программы. Ну, и то, что я все время говорил, что нельзя быть такой ситуацией, что Рига, на Ригу смотрят как на одно из самоуправлений Латвии, как это, например, идет через виды сайта 220-й средств министрии. Но Рига – это наш самый большой город, и для него должна быть специальная программа. И вот и финансовый министр, и премьер-министр услышал это, и поэтому я уже знаю, что уже есть резолюция премьера. Хорошая новость. Это действительно хорошая новость. Ну, наоборот, хорошая новость, когда не примет решение. Будем надеяться. Ну что же, наверное, нам показывают, что время... Да, как раз время зашанчивается этот разговор. Огромное спасибо, господин Стаке, что нашли эти полчаса прийти к нам в гости и ответить на наши вопросы. Да, и всегда рады будем видеть вас снова. Спасибо большое. Приглашайте. До свидания. До свидания. Слушайте Радио Болтком.